Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем со священником Александром Петриковым, вице-президентом фонда русско-сербской дружбы. Добрый день, отец Александр. Добрый день, Александр. Добрый день, наши дорогие телезрители. Отец Александр, Сербия для нас очень близкая по духу страна. Братский народ. И, конечно, наши сограждане с вниманием смотрят за тем, что происходит в этой стране. Недавние события заставили нас поволноваться. Я имею в виду ситуацию, когда правительство фактически сделало определенные шаги на встречу к переговорам с правительством, которое находится в Приштине. Это столица самопровозглашенной республики Косово. Как вы оцениваете эти шаги и насколько... Каковы будут последствия этих шагов? Не приведет ли это к тому, что правительство Сербии придется признать независимость края Косовой Метухи? Вы знаете, ситуация, которая сложилась по Косово, она практически неразрешимая. Просто вот тупиковая. И, естественно, уходя от удара возникновения войны, возможно, Сербия делает разные шаги, пытаясь урегулировать ситуацию. Но мне так кажется, вот я все-таки имею свое мнение, это не мнение церкви, не мнение, скажем, народа Сербии, а мое личное мнение, по моим наблюдениям, что хорошего от этого ничего не будет. Но, знаете, покойный патриарх Павел, он говорил так, мы построили свой дом на тракте, на дороге, то есть Сербия построена как государство на дороге, по которой постоянно идут завоеватели, то с запада, то с востока. И поэтому за последние 120 лет, это Девятая война в Сербии, народ постоянно страдает. Многострадальная Сербия за свою православную веру, видимо, несет такой вот тяжелый крест, тяжелое время. Так же, как Россия несет свой крест. Поэтому мы близки, как народы, нас очень многое объединяет. И культура, и духовное пространство. Духовный основатель, как государство Сербии, Савва Сербский, долгое время молился вместе с русскими монахами на Святой горе Афоне, в Пантелеймонном монастыре. И, естественно, между нами очень много общего. Но Сербия – свободное государство. Оно развивалось по своим законам, так же, как и Россия. Во времена советского периода, когда была Советская империя, Советский Союз, а там была Югославия. Мы были тогда еще помоложе, наверное, не знаю, заставили ли вы этот период. Но тогда для нас это была недосягаемая страна Югославия. Это было почти капиталистическое государство. Почему? Потому что там разрешена была земля в пользование народу. И народ эту землю прекрасно использовал в сельскохозяйственном назначении. А то, что он выращивал на своих огородах, полях и садах, он сдавал это все государству. Государству как основной закупщик. И поэтому сербы жили очень неплохо. Все могли позволить себе построить дом, то, что не могли построить советские граждане. Когда пришло время перестройки по всему миру, рухнула Великая Советская империя, рухнула Югославия, то люди остались землей, но не остались без денег. Выращивать могут, а сдавать некуда. Государство не принимает. Сербия распалась на отдельные государства, вернее, Югославия. И в Сербии такая картина, что люди имеют землю, имеют возможность работать. Если вы сейчас прилетите в современную Сербию, это современное государство, и вы увидите, что поля все ухожены. Это есть источник пропитания людей. Нет заброшенных полей. Все культурненько, все убрано, все цветет. Но излишки своего вот этого труда и производства некуда продавать. Поэтому люди находятся в состоянии близко к бедному. Понимаете? Естественно, как народ, они смотрят на Россию, как на свою старшую сестру. Поможет ли Россия сербскому народу? И, в общем-то, русский народ всегда откликался на беды Сербии. Всегда подставлял плечо. Да и сербы нас принимали, когда было нам тяжело в революционной ситуации. Когда поехала интеллигенция, казачество, священство, и Сербия открыла свои границы. Пожалуйста, мы там, наши, так сказать, прадеды и деды прекрасно жили. Но на сегодняшний день Сербия, как свободная страна, с одной стороны, это Европа, ей хочется жить хорошо и комфортно. Но, с другой стороны, не видит, что не так помогает, может быть, Запад, как хотелось бы. И в то же время Россия находится в ситуации весьма щепетильной, потому что мы же смотрим, как выберет Сербия свой путь. Вот Косово для Сербии – это камень преткновения. Не столько территория, за которую держатся Сербия, так скажем, как у нас идут споры по Курильским островам, конечно, не хочется их отдавать, так и Косово. И не столь даже те ископаемые, которые есть полезные в Косово. Это духовная победа. Там ведь положил свою голову царь Лазарь, который объединил всех сербов на поле Барани, как у нас на Куликовом поле. И вот отбирание Косово у верующей Сербии – это духовное унижение сербского народа. Вы знаете, как-то мне рассказывали, что в Русском музее иконы одну икону нашли удивительным образом. Переходил по мосточку хозяин этого музея и увидел, что он идет по иконе. Оказалось, это очень древняя икона. Он ее отреставрировал, конечно, и она нашла у него место в ее коллекции. Но вот никто из этой деревни даже не подошел и не посмотрел, что там они ходят каждый день по иконе. Я приехал в Сербию, меня повезли мои товарищи, друзья в такую глубокую деревню. И вот в этой деревне постоянно шли какие-то катаклизмы. То ураган, то дети болеют, то какие-то неприятности, то ливни. Никто не мог понять причины этого. Оказалось, все просто. Там стояла маленькая церквушка XIII века. И с началом перестройки ее разрушили, сломали крышу, сломали купол. Люди стали жить немножко лучше, побогаче. Появились в деревне дома побогаче. Но никто не положил ни копейки для того, чтобы восстановить этот храм. Уехали сербы на заработки в разные страны мира. Приехали и сюда, к нам, в Россию. И вот те, кто приехал, они немножко заработали, простые рабочие. Собрались и восстановили эту церковь. Просто рабочие. И пригласили меня на праздник. Солнце стояло весь день. Радуга. Все там пели, радовались. И вот прошло какое-то время, рассказывают, и беды прекратились в этом поселке. Ливни и дожди прекратились. Болеть дети прекратились. То есть все пошло на какой-то такой духовный лад, как восстанавливающий начало. Удивительные вещи. Вот до тех пор, пока и сербский народ, и наш народ, русский, будет относиться к своей вере так, спустя рукава, мы никогда ничего не построим, потому что вера есть фундамент всего. Потому что хозяин-то всего, собственник всего на этой земле, Господь. Мы-то здесь только арендаторы и пользователи. Даже если человек распоряжается неправильно своей жизнью, убивает себя, совершает такт самоубийства, то церковь за ним не молится, потому что он воюет этим самым против Бога. Сербия, как свободное государство, если потеряет Косово, значит, это будет некий такой тест, что народ потерял очень большое, главное что-то в своей душе. Вот удивительно, мне там за сербов иногда обидно и горестно, что в течение более 40 лет сербы не могут восстановить в Белграде самый главный храм своего святого, Саввы сербского. Его построили, но не могут никак его облагородить. Вот 40 с лишним лет сербы не могут поставить всем миром главный свой собор. Я думаю, что здесь дело не в экономике. И дело не в деньгах, а дело в человеке, в самом. Мы с вами живем сейчас в апокалиптическое время, когда дух растления, дух либерализма, дух такой вседозволенности растлевает наши души, и мы уступаем ему. Самое вот ужасное, что мы уступаем. И уступая этим, мы теряем очень многое. Поэтому, если такое произойдет, и серебия потеряет Косово, на сегодняшний день тупиковая ситуация. Надо ее как-то разрешать, или признавать, или не признавать. Но если сербы сами признают, вот это вот, признают, то, наверное, для них это будет не совсем хорошо. Но это мое личное мнение, вы должны понять, потому что у сербов есть свой патриарх, у сербов есть свой православный народ, есть свое правительство, они вольны выбирать, с кем дружить, с Западом, с Востоком, с Россией, с кем угодно. Но это мое личное мнение, вот как человека, как священнослужителя. В этой связи возникает вопрос, какова позиция сербской православной церкви. Мы знаем, что, конечно, предстоятель церкви должен соблюдать определенные дипломатические установки. Но мы знаем, что многие иерархи выступают очень резко против таких шагов правительства. Как внутри церкви этот вопрос обсуждается, насколько вам известно? Вы знаете, что, как относится к этому православной церкви в Сербии, да, к этим вопросам? Ну, мне трудно говорить, потому что каждый год в Сербии проходит собор, и это внутрицерковное дело сербов. Я на этом соборе не участвую, эти вопросы не разбираюсь с ними. Но, как мне кажется, все-таки сербская православная церковь, она далеко от политики. Она прекрасно разбирается в вере, прекрасно разбирается в духовных отцах. Но мое такое впечатление, что вот у нас в России священнослужители больше связаны с бизнесом, да, потому что надо восстанавливать что-то, связаны с политическими кругами, участвуют священнослужители в нашей общественной жизни, в государственной жизни. Да, мне кажется, все-таки все по-другому. Вот это вот, мне кажется, так. Ну, естественно, я думаю, что как из логики понимать, что сербская церковь, естественно, это не может приветствовать. Это ее суверенная территория. Там находятся монастыри древнейшие, 13 века. Там находятся верующие. И был даже вставал вопрос, как вообще помочь им, может быть, поехать туда русским. Мы даже не знаем, как выйти из этой ситуации. Это тупиковая ситуация. Нарушены все международные вообще правила и все права. Сейчас мир перекраивается, переделывается совершенно по непонятным для нас законам. И поэтому возникают такие нечеловеческие, непонятные, тупиковые ситуации. Давайте расскажем о тех шагах, которые предпринимает фонд русско-сербской дружбы с тем, чтобы сблизить наши народы. Вы знаете, фонд русско-сербской дружбы на основе был в 2008 году. Учредителем стали сербское подворье в Москве, посольство Сербии, уважаемые люди Сербии и России. Мы находимся в тесном сотрудничестве и работе с Министерством иностранных дел, с российским сотрудничеством, с другими организациями. Мы поддерживаем отношения сейчас и с новым послом Сербии, Станимиром Терзичем. Очень хороший человек, историк по образованию, и, мне кажется, настроен очень положительно. Я думаю, из этого что-то получится хорошее. И все-таки надо понимать, что мы общественное движение, и мы являемся тем рычагом, как называют, народная дипломатия. Церковь и общественные движения – это все народная дипломатия. Естественно, мы на политику можем влиять постольку, поскольку. Но, тем не менее, наш фонд за эти четыре года, за эти пять лет, вернее сказать, сделал очень много. Мы братаем города Сербии и России. Сейчас это разрешено. И мы напрямую муниципальные образования сводим друг с другом. У нас в прекрасных отношениях с Сергиев Посад, с сербских Карлосами, там, где сербы встретили нашу зарубежную церковь, она там прекрасно себя чувствовала. Недавно мы побратали город Одинцово с таким промышленным хорошим городом Крушевац. И вот этот процесс, он идет. Вот мы потихонечку, встречаясь с мэрами, стараемся, так сказать, найти это понимание. И вообще, сейчас движение друг к другу навстречу есть сильное. Народ хочет дружить с Россией, хочет изучать русский язык. Многие приезжают в Россию и остаются у нас здесь. Женятся, выходят замуж, остаются дети учиться, работать. То есть, Сербия, конечно, свободная страна. Она смотрит и на Запад, поскольку она в Европе находится. Она смотрит и на Россию. Вот им хочется хорошо жить. Но кто их обманет, а кто их поддержит, это вопрос времени. Понимаете, это вопрос времени. И вот выбирать-то им, собственно говоря. А сейчас у России тоже есть свой взгляд на политику. Политика тоже сейчас рассматривается. Мы же не смотрим уже как Россия, как империя. У нас нет такой идеологии, понимаете. Поэтому многое зависит от экономики, от финансов. Но для России и Сербии это стратегический партнер. Мы бы очень, наверное, не хотели, я так думаю, чтобы там стояли военные базы НАТО. И ракеты стояли и нацелены были на нашу территорию. Поэтому, конечно, как могут все общественные движения с народом сербским поддерживать хорошее отношение. Поэтому я бываю раза два в год обязательно в Сербии, бываю, встречаясь с людьми. Мы проводим мероприятия с Русским Думом, проходят какие-то концерты, встречи, фотовыставки. То есть работа все время движется. Но мы же все-таки общественное движение. Но все, что от нас зависит, мы, конечно, делаем. И поддерживаем народ. И вы знаете, мне дали возможность, я помню, приехал в Крушеватце, мне дали возможность послужить в древнем храме, откуда, собственно говоря, царь-князь Лазарь повел сербов на вот это косово поле. Для меня это было просто такое потрясение духовное, потому что такое святое место, и вдруг мне разрешили там служить. И когда я вышел, и мне дали возможность говорить к сербам, я начал говорить, но это говорил-то по-русски. Я забыл, что они могут меня и не понимать. Они стояли, слушали очень внимательно. И когда я опомнился и сказал, простите, что я... Может быть, вы меня не понимаете? Тогда они закричали все, разумеем. То есть вот так они были духовно настроены тут послушать. Я говорю, мы делаем все, чтобы вам помочь. Мы с вами друзья, как были, так и остаемся. Ничто не может нашу дружбу нарушить. Так сказать, вот между народами нашими нет никакого непонимания. Вопрос только политики, а политика – это тонкое дело. Как вы оцениваете состоявшийся визит Владимира Владимировича Путина в Сербию? Как его принимали? Расскажите, насколько это было значимо для сербов? Да, в то время тогда послом здесь в России была госпожа Елица. И мы как фонд какое-то участие в этом принимали. Мы говорили на эту тему с ней, готовилась эта поездка нашего президента. И когда президент приехал в Сербию, народ его воспринимал очень хорошо. На стадионах люди приветствовали Путина рукоплеская. Потому что, видимо, они смотрели и смотрят на Россию с большой надеждой, как на большую сестру, что все-таки мы протянем им руку и окажем им поддержку и помощь. Поэтому все хотят, чтобы в их стране были серьезные политики, чтобы был порядок, чтобы люди могли спокойно работать, не бросать свои семьи, ездить на заработок в другие страны в поисках лучшей жизни. Все хотят созидать у себя дома. И, безусловно, видимо, из тех средств массовой информации они видели в Путине и такого лидера, который, так сказать, как сильный человек, должен Россию не дать погибнуть и еще поддержать Сербию. Поэтому поездка Путина была очень интересной. Были подписаны договоры, соглашения с разными подразделениями, с разными министерствами. И вот эта работа сейчас потихонечку движется. – Расскажите, пожалуйста, о сербском подворье. Не многие знают, может быть, где оно находится, какую функцию выполняют. – Вы знаете, сербское подворье находится здесь в центре недалеко от метро «Китай-город» в Петропавловском переулке. Это небольшая церковь красная, стоит на горочке, на одном из холмов, на которых стоит наша древняя Москва. – Это такой комплекс XVII века, памятник архитектуры. Небольшой храм был передан Сербии в представительство в 1999 году. И был назначен туда представитель патриарха сербского. Был тогда архимандрит Антоний, сейчас это епископ Антоний. И он по сегодняшний день возглавляет это подворье, украшает его, проводит большие мероприятия. И для сербов, которые работают и живут в Москве, это островочек надежды, где можно услышать свою сербскую речь, где можно попить кофе и угоститься раке. И, в общем-то, нам самим-то интересно, понимаете. Я вот русский человек, но служу на этом подворье, и с сербами встречаюсь. Они очень открытые, очень хорошие люди, добрые люди. – Какие-то праздники проводятся на подворье? – Праздники проходят, да, обязательно. У нас с Саввы сербского встречается праздник. У нас есть праздник, который мы будем ожидать. Петра и Павла наш престольный праздник. Вот будем ожидать приезд патриарха, если Бог даст, из Сербии. То есть у нас такие мероприятия всегда проходят. И много приезжает сербов. – Спасибо большое за беседу. В завершении нашей программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? – Прежде всего, мои хорошие, в любых ситуациях надо помнить, что мы с вами люди. А если мы люди, то мы созданы Богом. Созданы как венец творения всего живого и неживого. Нам Господь отдал эту землю в подарок и просит от нас с вами немногого. Общаться с Богом. Если мы с вами будем общаться с Богом и возносить свои мысли к Богу, все будет хорошо. Вот вы знаете, мне недавно подошел один человек и рассказывает о том, что он работает следователем или адвокатом. И он вроде верующий, в церковь не ходит, но к Богу обращается постоянно. Вот ему надо выходить, защищать или отстаивать какое-то дело. Он всегда обращается к Богу, говорит, Господи, помоги, вот я хочу помочь человеку. И Господь все время помогает. Вот до церкви он дойти не может, но чувствует, как Господь ему помогает. Поэтому, конечно, дело времени. Он, я думаю, рано или поздно придет, колени его склонятся, он поблагодарит Бога. Но каждый человек, который живет, особенно в России, он должен помнить о том, что мы с вами живем в Святой Руси. И большой ценой крови христианской это государство созидалось. Поэтому мы его не можем так растратить. Мы не можем так легко принимать всевозможные, вседозволенные ценности Запада, которые разрушают нашу душу и разрушают наши ценности. Если мы это так будем дальше продолжать, мы потеряем и себя, и потеряем государство. Поэтому я вам всем желаю мое хорошее здоровье, всем желаю счастья в ваших семьях. Но крепость ваших семей, здоровье ваше напрямую зависит от того, как вы возносите молитву к Богу. Отец Александр, а могут ли как-то наши зрители поучаствовать в судьбе сербов, живущих в Косово? Может быть, есть какие-то программы? Может быть, есть возможность или иногда собираются какие-то средства и пожертвования? Я понял ваш вопрос. Вы знаете, мы им одно время тоже отправляли какие-то средства, но потом выяснилось, что... Вот помните, был гуманитарный груз, который был направлен в Косово. Какая-то группа людей в Косово выступила с тем, чтобы Косово приняли в состав России. Была такая шумиха по телевидению. Вместо этого президент Медведев направил в Косово большой гуманитарный груз. Вот этот гуманитарный груз стоял очень долго на границе, его не пропускали. Там была целая эпопея. И насколько мне известно, что, в общем-то, такой беды, что там нечего есть и нечего одеть, мне кажется, в Косово нет. Все-таки им нужна... И сама Сербия помогала туда и большие деньги вкладывала. Вопрос в другом. Вопрос в духовной изоляции. Вот в такой, понимаете, вот в политическом таком неразрешенной ситуации. Потому что сербы там живут все равно, наверное, как на пороховой бочке. И вроде бы одна страна, а вот она колючая проволока, и вроде бы одна духовная составляющая, но рядом люди, которые по-другому смотрят и на жизнь, и на взгляды. Поэтому, конечно, эти конфликты непростые. Вообще они непростые. Легко поссориться, тяжело навести порядок в сердце и мир. Спасибо большое за беседу, отец Александр. Спасибо, хорошего. И пусть весь мир ликует и поет, Распожженный пасхальным перезвоном, И слезы вдруг, как ручейки по склону, И тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова